Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня у нас в гостях две очаровательные дамы, сразу две. Такого тоже у нас раньше не было, как-то мы всё время говорили с одной семьёй, а сегодня у нас сразу две. Многие из вас их знают, ну, заочно, наверное, больше. Это Настя наша и Гуля. Здравствуйте, Сема. Они приехали практически в один день к нам в центр, и здесь они у нас четыре дня, как мы вот перед записью выяснили. Но давайте мы вернёмся всё-таки к причинам, где-то так мы по очереди разберём, к причинам, что же заставило их к нам приехать, и почему, собственно говоря, вот мы с ними познакомились. Ну, давай, Настя, здесь рядышком. Несколько слов о том, что же было, как вот пришли к Давиду, как вы познакомились, как вы оказались в нашем центре. Ну, так, без длительного рассуждения, так кратенько. Постараюсь кратенько, не обо мне, но постараюсь кратко. Познакомились мы с Давидом дистанционно, нашла его моя мама. Сначала почему? Что же произошло у вас, что потребовалось нашей помощи? В период, наверное, где-то с полутора лет до двух, я начала замечать, что что-то не так у меня с Андрюшей определённо. Давай выясним сначала, что есть мальчик, которого зовут Андрюша. Да, это мой сын Андрей. Да, и ему сегодня сколько? 3,9 на сегодняшний день. 3,9. И вот в возрасте... Полутора-двух лет где-то я начала понимать, что что-то не так. А до этого всё было так? Да, до этого абсолютно нормально. Или, не стоп, было так, или ты не замечала? Не могу точно сказать, но мне кажется, что всё шло нормально, вот на тот момент. То есть он сел вовремя, пошёл вовремя, стал что-то говорить. Нет, не говорил, в годик он ничего не говорил. Уже как бы, да, не очень правильно, да, с точки зрения педиатров. Но, тем не менее, никто ничего не говорил, ни из врачей, ничего, всё было нормально. Нет, до трёх лет. Ждите до тех. И, вот, понятно, да, и, ну, это как, да, человек пропал, там, 3 дня надо же, знаете, когда, вот уже непонятно зачем, но неважно. И так, значит, где-то в года полтора стало замечательно, что что-то не так. Что-то не так. У нас появился смех без причины, это было самое первое. Потом у него летом началось дикое битьё головой, он бился обо всём. Об стены, об меня, об пол, об других детей. Плакал при этом? Нет, не плакал, смеялся. Он смеялся и бился головой. Он начал очень сильно трепать за волосы других детей, кусаться, щипаться. Ну, проблемы со сном у нас были от рождения, но я это, скажем так, опускала, потому что я сама проблемно спала, и муж мой, будучи ребёнком, тоже проблемно спал. Как бы я на это особо внимания не обращала. Но вот очень сильно меня смущало это то, что он бьётся головой, беспричинно смеётся, и он как-то стал зацикливаться на одном и том же. То есть вот машинку мы не катаем, а просто сидим, крутим колёсико. Можем бесконечно смотреть на дождь, вот таким каким-то мёртвым взглядом, знаете. Да, вот как, не здесь, я не здесь. Да, и такое состояние, как бы застывания, что ли, да, вот да, это характерно. Ну и дальше что было? Ну, дальше я начала, конечно, пытаться как-то достучаться мужу, что у нас есть проблемы, родственникам, но... Достучалась до мужа? Ну, когда ему исполнилось три года, я до мужа достучалась. До этого крутили у виска. То есть понадобилось полтора года, чтобы вообще кто-то что-то понял. Да. То есть тебя просто не слышали, или... Говорили, что всё нормально, муж поздно заговорил, свекровь моя поздно заговорила, и всё нормально, сейчас детки такие. Извини, да, Настя, ещё раз, я вот уже много раз говорил, что, смотрите, очень часто ситуации, причём это не только родители, это и доктора иногда говорят, что вы пристали, а как папа, а как мама. Вот, на самом деле, не надо ничего ждать, если есть проявления, которые не укладываются в картину, это так, чисто такие рекомендации, то надо уже начинать бить тревогу, это чем раньше, тем лучше. Ну, в случае с Настей, ребёнком, с Настей, мы можем констатировать, да, что где-то год-полтора мы потеряли. Да. Понимаете, если бы причина была только в отсутствии речи, во всём остальном было бы нормально, я бы, наверное, не поднимала панику. Ну, то, что он не говорит, может быть, это и есть норма, да, это как-то всё-таки индивидуально. Нет, это не норма, ну ладно. Ну да, ну, более или менее, но когда ребёнок бьётся головой и беспричинно смеётся, ну, это определённо не норма. Так, ну, наконец, тебя услышали, не прошло и полутора лет, и дальше. Да, в три года мы попадаем к невропатологу, это уже, наверное, был десятый. До этого все меня отправляли, говорили, ждите трёх лет, ждите трёх лет. В три года мы попадаем к невропатологу, и нам сразу пантагам, фенибут, когитум, психолог. Ну, давай, что, давай о лекарствах мы оставим, да, о диагнозе, что ставят? Нам ставят расстройства аутического спектра, неправильно говорю, элементы аутического спектра, ЗПР, замедленное психоречивое развитие, аллалия, сенсорно-моторная, и ОНР, это общее недоразвитие речи третьего уровня, ну, то есть самое максимальное, он не говорит вообще, вот, впали в отчаяние, слёзы, сопли, ну, наверное, как у всех, пошли с мамой в церковь, я службу отстояла второй раз в своей жизни полностью, и на следующий день мама мне сбрасывает ссылку в одноклассниках на центр БРДАВИД, и говорит, посмотри, Валентина, отзыв о Вите. Вот, обратите внимание, не первый раз прослеживается связь с обращением к Богу и информация о нашем центре, ну, это уже перестаёт быть случайностью, потому что, ну, вот, во-первых, несколько раз звучало это в интервью, во-вторых, ну, даже и из нашего опыта мы довольно, ну, очень часто, так скажем, видим вот эту связь, ну, наверное, это не случайно. Меня, я больше, скажу, меня два раза Господь подпихнул к Давиду, скажем так. Первый раз это когда я только познакомилась, а второй раз это было весной этого года, когда вот Давид болел, это ни для кого не секрет, и вот как-то потерялись в общении, то есть, ну, мне сложно было дозвониться, и это была Пасха, я пошла на службу, написала перед этим Давиду, что вот Давид, ну, просто, ну, невыносимо, очень сложно с Андрюшкой сейчас, вот у него прям какой-то период был просто диких откатов. Обострение. Да, я зашла в церковь, и мне в этот же момент пишет Давид, что случилось, и звонок. Я сбросила, говорю, ну, написала, что я в храме, у нас сегодня Пасха, я наберу завтра. Все, вот мы созвонились, после этого, я же говорю, это второй раз был, когда я поняла, что вот, ну, определенная, сам Господь меня сюда приводит. Вот, значит, как бы встреча состоялась, давайте теперь Насте дадим передохнуть, пусть она успокоится, и познакомимся с Гулей. Гуля, ну вот, и что же, как бы, что же было у тебя, то есть, другой, ну, скажем, да, регион, другой край земли, другой, вот, все, как бы, другое, вот, и расскажи нам, что же тебя привело. Здравствуйте, я родом из Таджикистана, но уже давно живу в России, у меня единственный ребенок, Дамир, долгожданный, желанный, и я вот тут не замечала, вокруг все смотрели, очень странно, когда мы гуляли с ребенком, мы, когда подходили на детскую площадку, он брал меня за руки и отводил от площадки. Это с какого возраста началось? Это уже было где-то в год и три, полтора, вот год и шесть, вот так уже начиналось. Но со мной он играл, со мной играл, с папой играл, в музыкальной игрушке играл, это было. Но с детками нет, с детками не играл, Дамир, вообще не играл. Потому что он просто человечество не любит. Может быть, но мы, так как живем в России, вот я сама из Средней Азии же, и родственников много, постоянно приходят в гости, народу много, мы все это списывали, что я, муж и ребенок, может, он приведет только к нам, хотя мы гуляли два раза в день, утром, вечером, не понимала. Ну и что продолжалось, как это развивалось? Все становилось хуже и хуже. Сначала он только голубей замечал. Мы постоянно искали по поселку голубей. Он вот так махал ручками, махал и за голубами. Голубей и бегает за голубями. Постоянно покупали хлеб, брали крупы из дома. И мы искали тупо целыми днями голубей. Кормили голубей. Ну, потом начались вот эти беспричинные смехи. Вот так заразительно смеялся. С одной стороны заразительно, с другой стороны было страшно. Ну да, уже непонятно. Почему? Страшно. Я уже смотрела на него, и мне было очень страшно. А весной, в год 11 месяцев, нам сделали прививку. Но до, я немножко определила все события, у нас родовая травма. Во время родов головка застряла. У нас генетически, как мой родной брат старший говорит, у меня тетя родная по отцу, аутист, там страдала, болела. Родовая травма, аутист. А КДС прививка и МОНТО нам сделали в один день. В год и 10. Потом внутриутробный вирус. Нашли. Целый букет. У нас, у Даймера, целый букет. Потом, когда сделали нам прививку, это было что-то. Вот я остановлю, к вопросу, вот как раз классическая иллюстрация разговоров о прививке. Смотрите, сама бы себе прививка ничего не вызвала. Все было до того. Что сделала прививка? Она просто обострила. Обострение бы было на другом фоне. На фоне, может быть, какого-то вирусного заболевания тяжелого. На фоне, может быть, какого-то стресса для ребенка. Оно все равно бы пришло. Поэтому здесь нужно, во-первых, то, что я все время говорю, нужно подходить к прививкам очень индивидуально. И, во-вторых, нужно это все дело щадящее. Если есть ребенок, который непростой, у которого что-то есть, нужно очень хорошо подумать, посоветоваться, как выбрать правильный график прививок. Ну, это так, просто такая информация, раз уже мы с этим столкнулись и говорим, Гуля, ну и дальше. И глазной контакт у нас пропал. Буквально через две недели после прививок он смотрел куда-то вдаль. Вот взгляд какой-то потерянный. Ушел полностью в себя. Беспричинный смех усилился. Ну, вы пытались как-то поставить диагноз, как-то лечить? Пытались, пытались. У нас два педиатра. Один участковый, а другой у нас моя соседка. Вот она говорила, да все нормально, у тебя муж спокойный, он такой же. Все, но мальчики, они ленивые. Сейчас дети современные. Куда? Дети сейчас смотрят телевизоры, вот эти телефоны, планшеты. Это все нормально. Ты думаешь, ты первая жалуешься? Успокойся. Раз в неделю ходила я и в государственную, и Наталья Викторовна приходила к нам домой. Ну, потом уже весной делали прививки. Хуже, 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 хуже. Осенью дневной сон пропал вообще. Ночью я не могла укладывать его до двух, до трех часов ночи. Он не истерил ничего, но просто он ворочался, ворочался до меру. И не мог уснуть. Начались странные игры. Включание и выключание свет бесконечно. Открывание и закрывание двери бесконечно. На тумбочках. Играл вот эти кружочки, пирамидки. Я ему вот это крутила часами. Часами. Так, Гуля, ну вот давай вернемся к тому, как же вы нашли Давиду. Как вы... Потом, когда я пожаловалась Наталье Викторовне, что совсем уже невозможно, она сказала, сходи к нервопотопу. Мы пошли, нам сказали, у вас подозрение на расстройство аутического спектра. И я начала искать в интернете информацию. Нашла семью Ахана, Азиза. Вышла на него, разговаривала с ним очень долго. Два часа он мне все объяснял, все сказал. И рассказал, дал контакты, номер. Доктор Давид сказал, позвоните, и все. Говорит, я ничего вам говорить не буду, звоните сами. Я долго не могла дозваниваться до доктора Давида. Долго. Да. Это сложно. Здесь просто, да, просто не надо отчаянивать. Да, я полтора месяца набирала. Набирала полтора месяца. Я по сто звонков в день делала. Я писала смски в личку на ватсап, отправляла фотографии Дамира. Но я еще не дозвонилась, не получила сеанса, но мой уже ребенок начинал меняться. Он поспокойнее стал. Во время первого сеанса, когда я дозвонилась, принес упаковку хлеба, сказал, дай мама. Потому что Дамир был полностью неговорящий. Дамиру было три года, два месяца, полностью неговорящий ребенок. Он принес мне упаковку хлеба, сказал, мама, дай. И вот начались сеансы. Гульчик, теперь ты передохни, давайте вернемся к Насте. У нас сегодня такой теннис небольшой. Значит, и вот вы начали, мы закончили, да, на том, что начались дистанционные сеансы. Что изменилось? Ну, во время первого сеанса, ну, во-первых, мне понравилось, что Давид сразу спросил. Сейчас, говорит, я позову Юсефу. Подошла Юсефа и сразу, так, вам нужно сдать анализы. Это был первый человек, который сказал сдать какие-то анализы. То есть, если врачи сразу прописывают у них одно, да, наотропы, то здесь нам сказали сдать анализы. На следующий день мы побежали, сдали. И сразу была ясна причина. То есть, ну, сюда мы приехали уже, она более углубленно была понятна, да, Юсефа после того, как Андрея посмотрела. А вот мы сдали анализы, было понятно, какой именно вирус, каким случилось это поражение. В первый сеанс, конечно, сразу сказала, какого рода поражение. Ну, она мне сразу сказала сдать цитомегаловирус, сдать Эпштейнбар и еще третий. Я сдала все три. Сразу у нас показала кандида, ну, вот на вот эти вот паразиты тоже. И показала Эпштейнбар вирус. То есть, ну, все. Вот вопрос, вот ответ. Сдали анализы, получили ответ. То есть, она один раз посмотрела и сразу сказала? Ну, да, сказала сдать вот это, вот это и вот это. Причем посмотрела в скайп, насколько я понимаю. Не на ребенка, а на меня. Да, да. Вот. Ну, а Юсефе, это, наверное, должна быть отдельная тема. Будет, будет тема, подождите, давайте мы постепенно придем к тому, к чему. Значит, первый сеанс был, это вот перед звонком я наложила Андрюше суп, который он отказывался кушать напрочь, требовали мы только макароны и сосиски. Кричал как резаные, я закрыла дверь, мы начали сеанс. Даже не сеанс, первый раз мы просто разговаривали, наверное, часа полтора, вот просто ни о чем, наверное, как-то так вот будет правильно сказать, обо всем. Откуда вы, откуда мы, как то, как это. И заходит муж, мы говорим, Настя, представляешь, он суп кушает. Я говорю, в смысле, он, говорит, сам ложку взял, но до этого он не ел сам ложкой суп. Он, говорит, сам ест, просто вот пустая тарелка. Непонятно. Ну, ладно, думаю, проголодался, переломился. И в этот вечер он уснул, наверное, минут за 15. Это был первый раз, когда мы не качали на руках, не трусили. То есть, ну, ребенку было 3 года, я его укачивала еще на руках. Он просто лег, меня обнял, уснул. Вот это было после первого сеанса, это я сразу обратила внимание. Потом, я не могу сказать конкретно после какого, у меня записано, ну, так вот, в общих чертах, что у нас ушло? Смех без причины ушел, битье головой ушло. На битье головой достаточно много времени понадобилось, но оно ушло. Битье было сразу... Сколько времени? Ушло после Нового года. Ну, вот, получается, с сентября мы с вами познакомились. С сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца. Не 3 года. Вот, Давид сразу насчет битья головой, опять же, это был единственный доктор, который сказал о том, что у вас повышенное внутричерепное давление. Это видно по форме головы, по лбу и по поведению. И действительно, виски у него были горячие с самого рождения. Это не смущало никаких врачей, хотя меня это смущало всегда. И, кстати, горячая голова у нас тоже прошла. Ну, прошла отчасти, то есть днем у него нет горячей головы, под вечер, когда устает. Ну, конечно, устает, повышает давление. Да, сейчас мы доведем последний вопрос, потому что мы потом начнем с Гули, после перерыва. И сколько продолжались у вас сеансы? С сеансы с сентября 2018 года по сегодняшний день. Ну, звонила я, честно скажу, я звонила на Стырну, да? Я доставала, наверное, как могла. Это правильно отсюда. Хорошо. И вы знаете, доставалась иногда, могла не дозвониться неделю, могла и 3 раза в неделю дозвониться. Ну, так, в общем-то, так оно и бывает. Давайте мы сделаем перерыв, прервемся и после перерыва вернемся Гуле о том, как у них проходили сеансы, они нам расскажут.